МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первое десятилетие 21 века в украинском велоспорте прошло под его звездой. Тур де Франц, Джиро де Италия, Вуэльта – эти топовые мировые веломногодневки были на слуху у всех небезразличных к спорту украинцев. Прильнув к экранам телевизоров, мы все болели за него, за нашего попо. Выступая в составе итальянской, бельгийской или американской команды, он все равно оставался украинцем. Третий призер – Джиро де Италия 2003, лучший молодой гонщик Тур де Франц 2005, победитель Тура Каталонии 2006, Грегори – гонщик, работающий на лидера легендарного американца Лэнса Армстронга в командах Дискавери, Астана и Радио Снэк. В 2016-м закончил карьеру гонщика и стал директором команды Трек Фэктори Сега Фредо. Теперь у героя нашей программы Ярослава Поповича есть новая цель – создать в Украине профессиональную команду велогонщиков. Знак Зодиака. Я Козерог. Цвет глаз. Не знаю. Посмотрите, хорошее в глаза. Кари. Любимый цвет. Цвет черный. Животное. С собакой, наверное. Потому что они умные и преданные. И у меня их двое. Любимое время года. Весна, наверное. Весна. Слава Попович родился в селе Калинов возле города Самбара Львовской области. Папа – председатель колхоза, мама – продавец в магазине. В семье было четверо детей, еще две сестры и брат. Дедушка Славы был кузнецом. Именно он покупал внуку его первые велосипеды. Я всегда ездил на велосипеде. Потом это уже переросло в что-то большое. Тогда были там, что там было? Зайчик, был пионер. Орленок, да. И была Украина велосипед. А мне дедушка купил какой-то чешский, вроде бы дамский, то есть с двумя рамами, что легко было прыгать. Ну, меня его потом своровали. Он такой мой первый воспоминаний. Когда Славе было 12 лет, родители разошлись. И мама с детьми уехала жить в город Драгобыч. Свобода сельской жизни закончилась, зато появилась возможность заниматься спортом. Когда переехал в Драгобыч, и начал ходить на разные секции, там на плавание, еще на что-то ходил. Но потом это быстро заканчивалось. А когда ходил по городу, я видел велосипедистов. Группа велосипедистов ехала на тренировку. И у меня такое было, блин, хочу на таком велике с рулем, как у барана, покататься. Ну, пошел покататься, я катался 25 лет. В Драгобычской велошколе медик Ярослав Попович провел полтора года. А потом продолжил обучение в Броварском училище физкультуры под Киевом. Я еще не показывал хорошие результаты. На велошколе был Владимир Белека, и он был на голову выше меня. Физически, по-спортивному. И его заметили, его хотели забрать в училище. Но он единственный сын в семье, и его не отдали, мама не отдала. А наш директор школы говорит, заберите вот этого пацанчика, он будет, что-то с него будет. И у него многодетная семья, им тяжело, сейчас этот период, ничего нету. И взяли, и пошло, поехало. В 14 лет оказаться за 600 километров от дома было тяжело и не сладко. Но так формировался характер будущего лидера. Вскоре появились первые результаты победы на чемпионате Украины. Потом я попал в команду, трековскую команду, которую вывозили в Италию. У нас была команда очень сильная в этот период, под руководством Осадчева. И наша трековая команда выигрывала в те годы Олимпиады, чемпионаты мира, очень хорошая у них подготовка была. И у них был спонсор итальянский. Они тренировались в Италии, жили по три месяца, ездили в соревнованиях, и там подготовительный процесс проходил. Но так как они трековики, они по шоссе плохо выступали, и брали всегда двух шоссейников. Ну и один в такой год я попал туда к ним, потому что надо было какие-то результаты показывать. Эти пацаны трековики там сходили в соревнования, а мы доезжали. За год выступлений в одном из лучших аматорских клубов Италии «Веллютекс» Попович стал лидером команды и в 2001-м выиграл чемпионат мира в Португалии среди гонщиков до 23 лет. Первым профессиональным клубом украинца стал бельгийско-итальянский «Лэндбоу Кредит Кольнагон». За него он проездил три года. Занял третье место на «Джирадь Италия» 2003. А через год на этой же гонке два дня проездил в розовой майке лидера общего зачета. В 2004 году я на одном этапе хорошо проехал разделку и взял майку лидера на «Джиро» и провозил ее два дня. Еще не хватило. Не было у меня команды и не мог бороться за победу. Потому что у нас командный вид спорта и без команды ты ничего не можешь сделать. Каким бы ты сильным не был, но это невозможно. И через пару дней в этой майке в розовой меня, как у нас говорится, разделили. Команда, которая была против меня, у них два сильных гонщика было, и они меня расхлебали. Любимая страна? Украина. Любимый фильм? Ужастики какие-то, но давно уже не смотрел. Любимый писатель? Кинг. Любимая музыка? Дискотечное что-то, что-то очень-очень энергичное. После успеха на престижной итальянской многодневке на Поповича обратили внимание более именитые клубы. Вскоре, по протекции своего тренера Микеле Феррари, он перешел в американскую команду Discovery Channel, лидером которой был Лэнс Армстронг, на то время уже шестикратный победитель Тур-де-Франс, человек, поборовший рак третьей стадии. Когда в 2005-м Армстронг в седьмой и последний раз выиграл большую петлю, одним из тех, кто стоял за этой победой, был Ярослав Попович. Все же тоже от моего характера. Это повлияло на мою карьеру, и на мой рост, и на все. Потому что я такой человек, который, если у меня кто-то сильнее меня, я ему должен помочь. Если я сильнее, то ты мне должен помочь. Вот у меня такая была. Но получалось так, что меня брали всегда в команды, где кто-то был сильнее. Я просто стал хорошим Грегори, я себе на этом сделал имя. И потом меня брали уже из-за этого, потому что знали мой профессионализм. Что я могу сделать, и как я в команде. И вот, и пошло поехало. Потом уже пошел, когда какое-то, ну, развитие, 28-30 лет, и уже понял, что это, что это мое должно так и быть. Работу с легендой велоспорта Ярослав Попович вспоминает, как лучшее свое время в спорте. Харизма у него очень была высокая. И я говорю, он американец, он такой прямой, он знал, к какой цели он уйдет, что он хочет, что он будет. И нас всегда заражал по полной программе. Когда он там говорил, проводил собрания, то мы уже сидели в автобусе и били капитом, и потому что хотели ехать и там рвать всех, там, вылаживаться на 100%. Если нормальный босс, мы на него хорошо работаем. Если ты плохой, то, знаете, у меня было, я говорю, много лидеров. У меня был он, у меня был Контодор, у меня был Эванс, Кончаларо. Например, вот, когда я с Эвансом был в 2008 году в команде, он не такой был, мне как-то неприятно было с ним работать. И поэтому, когда мне было тяжело на какой-то горе, я отставал, говорю, все, у меня ноги болят, я уже не могу. А если это случалось с Амстерном, с тем же Кончаларой, я отставал, отдыхал, догонял, работал, отставал, догонял. Вот это все, пока ты почти не умрешь, пока не упадешь на мертвый на асфальт. Италия стала для Ярослава Поповича вторым домом. Веселый, общительный, он быстро освоился в новой стране, выучил язык, завел друзей, женился на Синди-Бароне из Новой Каледонии. Спустя 10 лет этот брак распался, но с сыном Джейсоном Ярослав видится регулярно. Недавно Попович женился во второй раз уже на украинке, Алене. Когда я с ним познакомился, она даже не знала, кто я такой. И как-то ее, мы уже там встречались, можно сказать, где-то месяца полтора-два. Ее мама попала в больницу, и мы поехали ее забирать из больницы и повезли домой. И муж, итальянец, мамы, мы зашли, я с ним поздоровался, и когда я сказал, кто я такой, он чуть в оморок не упал. Алена, что такое, почему, кто это, что это? А он очень, ну, нравится велоспорт, он меня знает по всем моим досугам, да, выступлениям, он за мной следил и знает, так что, прикольно было. Ну, и сейчас потихоньку-потихоньку я и начинаю рассказывать, что это такое. Смотрим, Джерри Д'Италия, там смотрим, пентагонки, я объясняю, что это. Два месяца назад у Ярослава и Алены родилась дочь София, так назвал ее старший брат Джейсон. Сейчас ждут, когда София подрастет, и они все вместе поедут на велосипедную прогулку. Живут Поповича в доме под Флоренцией. Знаменитый велогонщик теперь не только готовит, но и сам выращивает овощи к семейному столу. На богороде жена покупает там помидоры, огурцы, пока она там кормит ребенка, там что-то ему готовит, я их сажаю и за ними присматриваю. У меня сейчас времени очень много, так что я отдал себя очень сейчас в семье, потому что с первым браком у меня этого не было, с первым сыном я вообще не знал, что это такое быть родителем, быть папой, потому что был молодой и только был велоспорт у меня в жизни. Я тренировался, много ездил, на соревнования часто, и поэтому я этого не знал. Сейчас я отдаю себя 200% в семье. Любимое блюдо? Пицца. Пицца, наверное, пицца, да. Коронное блюдо? Бистека, феврентинская бистека, да, вот. Потому что его легко готовить. Любимый напиток? Вода, пиво. Вино. Много. После трех лет в Discovery Channel в 2008 году Попович перешел в бельгийскую команду Lotto Silence на один год, потом три года провел в казахской Астане. Дальше были американские Радиошак и Дрэк Фэктори Сига Фредо. Здесь он и закончил профессиональную карьеру в апреле 2016 года своей любимой гонкой. Попо называет Giro di Italia. Потому что это была такая гонка более расслабленная. Она многодневка, высокого уровня, но это второй мой дом. Это Италия. Это меня тоже все знали и поддерживали. Поэтому было легко. На Tour de France это была тяжелая гонка. Самая красивая, но она самая тяжелая. Потому что уровень высокий. Все хотят выиграть там этапы. Поэтому тяжело. А с таких однодневок у меня Милана с Андреемо гонка самая длинная в мире дистанция, самая длинная. 300 километров за один день. Вот она мне очень нравилась. И я всегда нормально на ней выступал. Не секрет, что спортсмены люди суеверные. Ярослав Попович в приметы не верит, но и шутить с ними не советует. Испанская такая прихмета, что когда сидишь за столом, соль нельзя передавать с руки в руки. Надо ставить на стол и брать. И вот испанцы всегда за столом сидим, там 8 человек, дай соль, дай соль, передай соль. Испанцы передавали. И не помню, в том году Лэнс взял соль что-то и там, эээ, это что там, не может ничего быть. Я и начал рассыпать ее. И на следующий день сразу же ехали, команда, как у нас едет, тянем лидера. Это значит все гуськом. И он последний едет. Ехали где-то возле Бровки, там какой-то люк кондиционный был или что. Ну все проехали, а он ехал последним и бум! Упал. После этого он соль передает только так по столу. Закончив в 36 лет карьеру профессионального белогонщика, Ярослав Попович стал спортивным директором своей последней команды Track Factory Сигафредо. Работа менеджера кардинально отличается от его жизни в спорте. Поэтому первое время пришлось нелегко. Когда ты ты гонщик в каком-то пузырьке, что возле тебя там все ходят, шуршат, что-то делают тебе, ну все для тебя. Для тебя делаю программу, ты прилетаешь в аэропорт, тебя берут, массажисты сумку тебя ведут, в гостиницу отвезли массаж, поехал в соревнования, устал, мучился, ну все так для тебя организовано. И я себе жил так 25 лет, можно сказать. Я не про что другое не думал. А сейчас у меня работа такая, что я должен думать за все, за всех и там и организовывать. Мечта в жизни. В жизни сделать что-то хорошее для людей. Мечта в спорте. Спортивная мечта создать украинскую команду велосипедную. Любовь. Это что-то такое большое, большое, очень большое и с любовью тебе всегда хорошо. Хорошее настроение. Счастье. Это хорошее настроение, любовь и друзья. Велоспорт дал ему все. Успешную карьеру, славу, достаток, друзей. Теперь Ярослав Попович хочет помочь другим ребятам воплотить их мечту стать успешными велогонщиками. Планирует создать профессиональную команду в родной Украине. Ведь с тех пор, что Попо завершил карьеру, у украинцев пропал интерес к мировым велогонкам. Там практически не осталось наших соотечественников, за которых можно было бы болеть. Единственный представитель Украины в протуре это Андрей Гривко. У меня эта идея уже зародилась много лет назад. Но, я же говорю, когда я был спортсменом, как-то не доходили руки к этому. Всегда надо было там, если я дома был, всегда надо было тренироваться, всегда надо было работать. А сейчас, когда я дома, у меня очень много времени. У нас появились две команды украинские не континентального уровня, не про, но какое-то что-то было. И СД, это был, и Кольц. они закрылись в прошлом году, поэтому надо что-то делать, надо развивать, надо помогать. И я думаю, если у меня есть возможность, почему бы этого не сделать? Почему? Пока Ярослав ищет спонсоров и спортсменов для будущей команды и мечтает осуществить еще одну свою давнюю мечту – проехаться вдоль границ Украины. Сначала у меня два года назад была такая идея просто самому взять велосипед и поехать там по Закарпатью, например, по Карапатах. А сейчас у меня уже идея по границам просто покататься, если нормально сделать с людьми, которые там в тех зонах будут, где я буду ехать, поедут со мной там 120-30 километров. Ну, такая идея. Будем тоже ее развивать. То, что вы видите в программе Ярослава Поповича, катающегося на велосипеде по дорогам Киева, стоило нам немалых уговоров. Последние два года он принципиально не садился на велосипед. Я не заставил. Спасибо, спасибо. Ну, чувства нормальные. Если ехать медленно, то хорошие чувства, хорошие воспоминания, хороший драйв, классный. Да, надоело, очень надоело. И я как-то не готов. Ну, как-то ментально, может, я еще уже готов, но хочу, я хочу, но когда я на него смотрю на велосипед, такой, а, нет, еще сегодня нет, еще сегодня нет. Ну, я с многими гонщиками, бывшими, там, спортсменами разговаривал, и они мне всегда говорили, что там кто-то через год, кто-то через два, пять, десять, пятнадцать, и я вот жду своего момента, когда я начну, начну снова чуть-чуть тренироваться, кататься. Прожив почти 20 лет в Италии, выступая за разные команды, поднимаясь на высшие ступеньки мировых подиумов, велогонщик из Драгобыча Ярослав Попович в душе всегда оставался украинцем и как патриот своей страны еще много сделает для ее спортивного будущего. Я всегда украинец в моей голове, украинец, я везде украинец, поэтому Украина – это мой дом, я патриот такой хороший, и поэтому всегда чувствовал поддержку, и особенно если люди приезжают на соревнования там с украинскими флагами, это было очень приятно. Мурашки по телу каждый раз, когда ты видишь флаг или что-то украинскую надпись на дороге это было очень приятно.